Давай сначала сломаем, вынесем все ненужное. Сломаем дверь со стеной. Разобрать все здесь накопленное за зиму, сложенное. Да, здесь предстоит поработать. Друзья, всем привет! Прежде чем начать наш видеоролик, хотел бы вам сказать большое спасибо за то, что вы до сих пор к нам проявляете, к нашим материалам, видеоматериалам проявляете немалую активность. То есть, продолжаете комментировать, это очень радует, мотивирует. И у нас было принято решение на семейном собрании со Светой. Света, всем привет! Что мы будем ломать стену и дверь, для того, чтобы увеличить площадь. Стену мы не зря находимся здесь. В нашей подсобке, не подсобка, это наша гардеробная. То есть, это перед тем, как пройти по коридору, чтобы вы понимали, пройти по коридору к нам в наше помещение, в комнаты. Надо пройти вот через этот гардероб. И вот эта стена, было принято решение ее снести. Она не несет никакой пользы. Здесь маленькая дверь. Здесь головой бьемся туда. Там есть у нас какие-то вещи. Мы хотели здесь сложить как раз инвентарь, как это назвать правильно, для ремонта. Для ремонта инвентаря, ручной инструмент повесить в это помещение. Соответственно, стена будет убираться здесь и здесь. Здесь будет свободный доступ на лестницу, на чердак. И действительно будет очень существенно меняться площадь. Потому что вот этот стеллаж, который у нас предназначался также для всякого разного, он встанет как раз вон туда, в угол уйдет. И здесь будет больше места у нас. Вот, ближайшее, чем мы сейчас будем заниматься, это освобождать место, разбирать стену. Я думаю, будет интересно. Оставайтесь с нами. Здесь окно полностью идет. Да, здесь такая верандочка идет. Вот до сюда окно идет. Ну, а в дальнейшем, когда я вот этот стеллаж поставлю туда, он будет стоять не так, как сейчас стоит, он будет развернуть и плотно к стенке туда будет прилегать. Вот какое место останется от него до окна, я постараюсь сделать какие-то полочки еще, ну, чтобы было полезно как-то вот вещи складывать. Отвертки, отвертки, краски, герметики, все, что в холоде, вот эти краски, герметики нельзя было хранить здесь. Все, что стоит на кухне, наконец-таки можно будет поставить сюда. Изначально мы подумали эту комнатку сделать, но тут эта дверь, заходишь, справа получается пространство уже никак не используют. Тут только слева что-то можно поставить, поэтому вот придумали. Она очень шаткая, сделана непонятно из-за чего, полезных материалов здесь практически нету, придется все это выкидывать на мусорку, потому что здесь плитка старая. Здесь, видимо, бабушки хранили свои какие-то соления, закрутки, потому что мы когда приехали, здесь пару баночек каких-то стояло, да, чего-то такое. Хотя здесь зимой, если прям вот зимой, здесь минус. А, еще один минус здесь был в этом помещении, сюда заходили коты, и здесь они метили. Посмотрите, какая дыра, вот дверь, я не знаю, чего она несет, вот эта дверь. Ну, это просто какая-то задвижка, а не дверь, что ли, я не знаю. Ну, такая вот детская дверь, можно сказать, детский домик, который надо разобрать, потому что действительно здесь, ну, я уже сказал все, все, что имел в виду. И еще, кстати, вот эта стена разберется, и у нас под лестницу будет, получается, вход, ну, какой-то вот, да, тоже можно что-нибудь складировать под нее. Пылесос тоже поставить. Пылесос там поставить, может даже ботинки или вещи какие-то. И вот, ну, посмотрите отсюда, я уже представляю, что здесь нет стены, вот этой двери, и вот эта стоит там, и, ну, существенно, существенно площадь увеличивается. Ну, да, ну, да. Ну, а здесь, кстати, видно, что здесь вот сруб заканчивается, вот сруб наш, да, комната. А здесь пристрой идет кухня, это пристрой. Кстати, огнетушитель висит. Ну, ну, у нас все подважи было, две машины, два огнетушителя, а один машине осталось, второй дом повесил. И еще будем думать, может быть, вот эти полки, может, как раз их туда повесим, а вместо них, вот здесь, может быть, у нас будет стоять шкаф, который стоит на выходе. Вон он стоит старенький, мы не хотим его выкидывать, потому что он в хорошем состоянии, он функциональный, зачем его выкидывать? Старый, да, ну, дверь открывается, закрывается, он глубокий, глубокий шкаф хороший, невысокий как раз, и может быть, да, если, если получится, то мы его сюда куда-нибудь пристроим с тобой. Давай сначала сломаем, вынесем все ненужное, да, как раз... Сломаем дверь со стеной. Разобрать все здесь, накопленное за зиму, сложенное. Да, здесь предстоит поработать. Электричество еще надо будет как-то вот определить, потому что здесь вот розетка у меня висит, вон там розетка у меня висит, тоже использую ее. В общем, работы хватает у нас. Поехали. Вот кормушечку еще я не удержалась, купила, 195 рублей, но здесь 5 килограмм. И я так поняла, что для цыплят это большая, и заказала еще на литр, на полтора для цыплят. А это все равно пойдет. Ну, просто последняя была по акции, мужчина продавал, берешь его. Ну, 150 рублей, небольшие деньги. Все у нас, и варенье вот у меня яблочное, с которой я собирала, и кофе какой-то лежит, то, что в дом не... И масло мое тут все вместе, перемешку, кофе, масло, то есть, все это надо, все, порядок наводить надо. Корм для собак. Корм для собак. Наверное, его на веранду сейчас поставят туда. В общем, что-то конец. Ведра. Даже, господи, я ребенка на покупали. Да, там. Зонтики у нас лежат, шапки, куртки. Мы тут, прежде чем выйти на улицу, мы вот оттуда одеваемся и выходим на улицу туда. Получается, по осени, осенью, когда ты с дома закончишь, тут надо будет вообще все снести и заново построить нормальную прихожую, утеплить ее. Ну да, сейчас мы ничего не строим, мы просто ломаем и увеличиваем площадь. Да, должны прибраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь очень много всякого мусора. Обои какие-то были приклеены раньше, сто лет назад. Вот эта фанера, видите, она основная идет, то есть зашит как потолок. А здесь просто вот утеплитель кинули сюда и все. Ну и так оставим здесь все это. Может быть отсюда, потому что стена будет разбираться, я просто зашью утеплителем здесь и все. Продолжение, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, масло. Моторное масло, ребят. Последний раз брал, сколько, месяц назад, вот такого масла уже нету нигде. Оно просто, я его покупал в ленте за 4 литра, за 4 тысячи успел взять. Сейчас оно 11 тысяч стоит, 4 литра, представляете? Если уж там вот где-то искать, где непонятно где, то вот 11 тысяч. А так вот я затарился на сколько? На 2 сезона хватит. Я думаю, на полтора года минимум. А там дальше посмотрим. Может и масло поменяем. Может наши производители уже масло будут, хорошее масло производить. И перейдем на отечественное масло, чтобы ни от кого не зависеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кусок стены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот мы увеличиваем площадь. Гардероб вздохнул. Ха-ха-ха. Так, ну что, мы возвращаем перилу обратно. Света, говорит, пользуется ей, когда поднимается на чердак. Я пока не пользовался, я даже не замечал ее. Но если уж пользуешься, то вернем. Упростили конструкцию перилы у лестницы. Убрали здесь все, оставили вот эту вот перилу основную, по которой Света и я будем забираться на чердак. Дабы здесь было все свободно, хорошо. Туда можно что-то убрать. Сейчас мы приберемся. И конечный результат вам покажем, друзья. Представляешь? Ну, он уже понятно, что он все. Это старый аккумулятор. Звезда. Так, звезда нарисована, да. 1969 год. РЖН. 2 РЖН. Что-то такое. Что-то, двухконтактный какой-то. Тяжелый? Да нет, легкий. Он, видимо, все уже. Его надо утилизировать, потому что... А для чего это? Ну, это аккумулятор какой-то вон там лежал, не знаю. Может, очень старый-старый, там может быть какое-то что-то резервное питание, может, было для птицеводства, может, держали, я не знаю. Ну, аккумулятор-то это нужная вещь, но осторожнее здесь может потечь. Ага, все, вот выключу. Да, поставь его, да. Мусор вот сюда. А? Мусор по обычному. Ну, не, а поставь его там на выходе на самом, мы его сдадим потом. Что, очередной, очередная буханочка хлеба у нас готова. Бородинский, мой любимый. Так, нужно его достать. Ты все время, ты каждый день удивляешь меня разным хлебом. Да ладно, ладно, мне кажется, привык уже. А в этот раз у нас большой, да, кусок? Слушай, большой, да, Тетяна Таша просила. Ну, не то, чтобы просила, а хотела попробовать. Вот, и я сейчас... Соседка наша. Да, наша соседка. Осторожно, горячий. Держишь? Да, держи. Можешь? Давай, сейчас я ее обратно. Вот, и я сейчас половинку ей отрежу, я отнесу. Так, сейчас отрежу. Половинку. Нам на двоих целый вот такой большой буханку, это, конечно, много. Ой, пардюк прям. О, красавец какой. Прям вообще... Все, это я сейчас уберу пакетик и отнесу. Вот у нас, кстати, на ужин селедочка будет. А кто из вас вымачивает селедку? Вот у нас на рынке на развес продается селедка, я ее решила вымочить один раз. На день ей вымачиваю. Получается очень вкусно. Да. Как бы, ну, пропадает вот эта соленость излишняя. И вот прям вкусно. Ну, она нежная, да, нежная получается. Вот, как бы, Женя не особо любительна, но вот от этой, да, вот и прям... Да, я в восторге был. Когда еще будет у нас слетка. Ну, в общем, с картошечкой. Хлеб у нас на завтрак. Вот. Хорошего вечера всем. Ох, как тут грязно. Что у тебя тут, Свет? Ну, здесь сегодня больше воды. Растаяло, растаяло. Здесь, видимо, все-таки оттуда поступает. Думаешь, да? Да. Я даже не знаю, может быть, благодаря тому, что здесь лед, она здесь остается и не утекает как бы в землю, в погреб. Слушай, а мне кажется, что все-таки это лед, замерзший здесь просто. Его сейчас вот растаивает он, и поэтому становится вода. Да. Вот это она замерзшая. Пилата? Да, и коты ее уронили откуда-то сверху, она замерзла, мы не можем ее достать. Достанем позже что. Позже, да. Писали нам уже. Пойдем посмотрим. А что там за домом? Хоть тает она? Ой, а за домом солнышко. Прекрасная весенняя погода, все тает. Вот я, ребят, вышел. Сегодня плюс 16. Сегодня плюс 16, у нас следующий день, я в рубашке стою. Просто замечательная погода. Друзья, раз уж мы коснулись темы выкачки воды, у меня встал вопрос по насосу. Да, не вовремя. Не вовремя я столкнулся с этим, надо было пораньше его купить, чтобы вот так вот не мучиться, не собирать совком. Но все же, у нас вскоре сад и огород, и нужно будет его поливать. А чтобы поливать его, надо будет дождевую воду как-то выкачивать. Соответственно, нужен насос. У меня стоит к вам вопрос. У кого есть насос, уже пользовался, пожалуйста, дайте принять правильное решение, какое лучше взять. Я не за фирму, а за то, какого принципа, погружного, либо поверхностного. Я больше всего склоняюсь к поверхностному. У него больше функций, возможностей. Он вот такие вот лужи может, наверное, выкачивать на ура. А погружной уже это не сделает. Пожалуйста, дайте принять правильное решение. Напишите в комментариях что-нибудь, если кто что знает. Либо в телеграм-канал, в комментарии под видео. Буду очень благодарен, если вы напишите свое мнение. И я уже приму решение, какой лучше брать, поверхностный, либо погружной. Друзья, пойдемте в наш гардероб. У нас работы в нем продолжаются. Мы уже подходим к завершающей стадии. Здесь навели порядок. Поставили стеллаж, который здесь стоял. И потихонечку уже сегодня все закончим здесь. Все поставим на свои места. Да, Свет? Ну, хотелось бы, да. Да, вот наш коридор, где будут стоять, где будут находиться наши птички. А сколько там, кстати, градусов? Градусов здесь 16. А, ну, нормально. Это нормально, да. Плюс лампа, которая будет там еще греть их. То есть, все будет хорошо. Не переживайте, кто-то в комментариях переживал об этом, что в коридоре они замерзнут. Все будет хорошо. Мы будем следить за ними. Видите, солнце попадает сюда еще. Солнце, давай уже убираться. Давай. Итог нашей работы. Как видно, в коридоре проход. Все хорошо. Проходите. Проходите и смотрите, что у нас получилось. Ну, как я и говорил в начале ролика, ребят, все получилось. Куда оно денется? Конечно, получится. Пылесос. Начнем отсюда. Стоит под лестницей аккуратно. Висят пилы. Висит ручной инструмент. Стоит стеллаж на своем месте. Здесь я лампочку... Это все временно, ребят. Это не ремонт сделан. Я еще раз говорил уже об этом. Это сделан порядок. Наведем порядок. Будем так говорить. Здесь стеллаж. Здесь я повесил полочку. Переноска. Ну, тут вот это вот мы перенесли с кухни. У нас на кухне было немножко захламлено. Мы все сюда. Весь инструмент. Дальше идет скамейка, которая стояла здесь. Пусть она здесь будет, да? Пусть там бензопила, что-нибудь здесь лежит. Ну, вещи на своих местах висят. Функционал. Главное, функционал. Это не по красоте. Мне нравится. Комфортно. Удобно. И главное, что мы увеличили площадь все-таки. Да, да. Хоть дверь теперь можно спокойно открыть. Если вам, друзья, понравилось, как мы все это проделали, не забудьте, если у нас первый раз видите, подписаться на наш канал. Переходите обязательно на телеграм-канал, потому что у нас там много чего интересного, которое не входит на канал в ютубе. На сегодня все. Ну и ладушки. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok